Друзья, в этом видео мы с вами выучим 10 очень полезных слов и выражений на английском языке. Приготовьтесь записывать, берите тетради, ручки, ведь когда мы записываем, мы лучше запоминаем новую информацию. Первое слово – room. Вы подумали, что? Ну, room – это же комната, все это знают. Да, это все знают, но я говорю про другое значение, ведь room еще переводится как место пространства. Да, место пространства. Например, в машине на всех места не хватит, то есть в машине недостаточно места для всех. Как это перевести? There is not enough room in the car for everybody. Да, there is not enough room. Нет, достаточно места, то есть недостаточно места в машине для всех. Запомните, это значение очень часто используется. И вот как раз в фрагменте из фильма «Начало» с Декаприо в главной роли такая звучит реплика. В нашем деле нет места туристам, то есть случайные люди здесь не приветствуются. Используется как раз слово room. То есть нет места, это не место для случайных людей. Послушайте. Следующее слово это event. События или случаи. Очень странно, вроде бы слово довольно короткое, но многие в нем ошибаются. В ударении. Говорят event, но это неправильно. Давайте повторим несколько раз, чтобы лучше запомнить. Второй слог ударный. Event. 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 Получается? Отлично. И как пример давайте переведем такое предложение. Этот праздник станет историческим событием. This celebration is going to be a historical event. Вот оно, да? Historical event. Историческое событие. Можете себе записать, чтобы лучше запомнить, как используется это слово. И пометьте ударение event. Кстати, еще может быть такой контекст, значение случай. Допустим, evacuation plan in the event of fire. То есть план эвакуации в случае пожара. Да, такие надписи бывают в зданиях. Там дайте всякие схемки эвакуации. Вот. Evacuation plan in the event of fire. Event of fire. В случае пожара. То есть так это слово тоже используется. И вот фрагменты с фильмом про Бэтмена как раз там выражают благодарность организации Уэйнов за благотворительное мероприятие. Вот мероприятие, событие. Это все одно и то же. Слово event. Послушайте. Now people are talking about repealing the Dent Act. And to them I say not on my watch. I want to thank the Wayne Foundation for hosting this event. I'm told Mr. Wayne could be here tonight. I'm sure he's with us in spirit. Далее слово participant. Participant это участник. Легко запомнить part. Это часть, да? Participant. Как будто мы принимаем часть каком-то событии. Там соревнования, в шоу, в концерте. Неважно в чем. Participant. Запомнили? Participant. Участник. И как пример, предположим, один участник соревнований заблудился в лесу. Да, и такое тоже случается. One participant of the competition got lost in the forest. Да, такой забавный пример. One participant of the competition. Запишите, если вы пишете примеры, фразы, предложения. Это реально помогает лучше запомнить новое слово. И вот фрагмент из мультфильма Мадагаскар. Как раз там реплика. Кто хочет стать первым участником? Послушайте внимательно. Должны это уловить. Первый участник. Ну, слушайте. Друзья, видите, все на самом деле очень просто. Когда у нас есть пример, фразы, выражения, вставка из какого-то фильма, мультфильма. Это на самом деле помогает лучше запомнить любое слово. Ребята, если вы понимаете, что вам тяжело самостоятельно освоить английский язык, очень рекомендую позаниматься с учителями из онлайн-школы английского языка Inglex. В описании к этому видео есть ссылка. Переходите, регистрируйтесь. Вам подберут программу изучения, методику, материалы. Исходя из ваших целей, вы будете заниматься по классным материалам, тренировать возможные навыки, умение читать, писать, разговаривать, понимать на слух. То есть такая всесторонняя программа по развитию английского языка. Ну и, конечно, результаты не заставить себя ждать. В описании к этому видео есть ссылка. Переходите, регистрируйтесь, оплачивайте любой пакет занятий. И у Inglex сейчас акция для всех новых учеников, кто приобретает любой пакет занятий, еще три урока бесплатно по промокоду ALIX. Переходите, занимайтесь. Всем удачи. Двигаемся дальше. Глагол to participate. Вы подумали, так, так, это уже было. Было participant, участник, а это глагол to participate, принимать участие. Запомните лайфхак. Учите однокоренные слова. Таким образом, вы вместо одного учите два или три слова. Это очень классно, помогает быстрее наращивать объем слов. То есть a participant, участник, а to participate, глагол принимать участие. Ну, допустим, много менеджеров или руководителей принимали участие в встрече, в собрании, да, неважно в чем. A lot of managers participated in the meeting. Вот и все. A lot of managers participated in the meeting. Запишите, так вы лучше запомните это слово. Ребята, и напишите в комментариях свой пример с глаголом to participate. Чем больше примеров вы придумаете, предложений напишите, тем быстрее вы его научитесь использовать в речи, причем правильно использовать. Далее еще один глагол to make. И опять кто-то из вас подумал, пст, make, ну я его знаю, это делать. Кто же его не знает, я учил его в первом классе. Вы забываете про другие значения. У make еще есть значение заставлять. Да, make это еще заставлять. Допустим, он заставил меня сделать это. He made me do it. Да, he made me do it. Он заставил меня это сделать. Причем запомните, что когда у вас есть кто-то, кто заставляет, то есть he, he made me, потом глагол без to. Do it. He made me do it. Без to. Но если вас заставил кто-то, о котором мы не говорим об этом человеке, вы просто говорите, меня заставили, кто там, тут уже нужно to. I was made to do it. Слышите, да? He made me do it, но I was made to do it. Очень важная разница, запомните. Такой нюанс грамматический, который очень важно учитывать. И вот фрагмент из криминального чтива. Тебя босс заставляет делать что? Такая была реплика. Послушайте, что заставляет делать босс? Makes do what? Послушайте. И давайте запомним еще один глагол. Узнавать, распознавать. To recognize. Повторите. Recognize. Recognize. Или recognize. Так тоже произносится. Причем многие путают его с глаголом to know. Know это уже знать. А to recognize это узнавать больше визуально. Да, узнавать, распознать. Поняли? Отлично. Давайте пример, чтобы лучше его запомнить. Ты узнал того человека или того мужчину? Как вы скажете? Ты узнал того мужчину? Did you recognize that man? Да, вот. Ты узнал того мужчину? Запомните. А лучше запишите. Запишите, чтобы потом повторить, чтобы не лазить в интернет и не снять видео, а у вас уже было все в одном месте в словаре. Это на самом деле классно работает. Запишите. Did you recognize that man? Ты узнал того мужчину? Узнал того человека? Или не узнал? Допрос полиции, да? Вы знаете этого человека? Do you recognize that man? И забавная вставка из Шрека. Там надо было что-то узнать. А что именно? Что нужно было визуально узнать? Ну-ка, послушайте. Попробуйте понять. Теперь, друзья, внимательно. У нас фразовый глагол. Очень непростой, но крайне полезный. To come up with. To come up with. Два предлога. Up и потом еще with. Это значит придумывать что-то. Обычно какую-то идею, план, решение, находить решение. Вот такое значение. To come up with an idea, a plan, a solution. Обычно такие вот слова используются. Допустим, он придумал отличный план. He came up with a great plan. Да? He came up with a great plan. Запишите, так вы лучше запомните это слово. Фразовый глагол, который постоянно используется в разговорном английском языке. В следующем фрагменте из фильма «Начало» как раз такая реплика. То есть нам придется придумать какое-то решение. Нам нужно будет что-то придумать. То есть, to come up with фразовый глагол используется. Слушайте внимательно. Ребята, и пишите в комментариях свое предложение с to come up with. Напишите потом idea или plan или solution это решение. Вот такую фразу используйте. Потому что to come up with часто вроде думаешь, как будет придумать, да? Ну вот он как придумать. To come up with это как раз придумать решение, план, там, не знаю, идею какую-то подать. Далее очень интересный момент. Как будет гордиться по-английски? Глагол гордиться. Вообще такое есть или нет? Забавно, но в английском языке нет глагола гордиться. Представляете, у нас есть гордиться. Что делать? Гордиться у них нет. Что делать? Использовать слово proud. Это прилагательное. Это гордый или испытывающий чувство гордости. Proud. И глагол be. To be proud of something или somebody. То есть быть гордящимся кем-то или чем-то. Испытывать гордость за кого-то или за что-то. Вот такое интересное выражение. Запомнили, да? У нас есть глагол гордиться. У них только прилагательное с глаголом to be. To be proud of something. И глагол be мы меняем по формам, правильно? Ну, допустим, она гордится своими детьми. Она гордится. She, поэтому уже is, да? She is proud of her kids. Вот и все. She is proud of her kids. Запишите и сделайте пометку, что в русском есть глагол гордиться. У них нет такого глагола. У них используется быть гордым. Да, дословно, быть гордым. Глагол be и прилагательное. В фрагменте из фильма про Бэтмена опять же такая реплика, что Готэм-сити гордиться. А вот кем он гордится, это уже ваша задача услышать. Готэм-сити гордиться. Давайте, слушайте. I'm talking about the kind of city that idolizes a masked vigilante. Готэм-сити is proud of an ordinary citizen standing up for what's right. Готэм needs heroes like you, elected officials. Not a man who thinks he is above the law. Следующее слово это взрослый. Необычное. Возможно, вы про него даже никогда не слышали, не видели. Grown up. Да, grown up. Такое интересное словечко. Это значит взрослый. Один из вариантов. Есть еще другие значения, вернее синонимы, да. Но мы рассмотрим именно grown up. Значит, что потом? После него бывает grown up. Там, не знаю, person, man, woman. Да, взрослый человек. Мужчина, женщина. Легко запомнить от слова to grow, глагол расти, да, расти, вырастать. Дальше grown, это выросший. Ну и выросший кто? Ну, подросток, ребенок, это уже взрослый, да. A grown up person, man, woman. Допустим, Боб, взрослый мужчина. Bob is a grown up man. Вот такое интересное предложение. Запишите себе. A grown up, это взрослый, выросший. Кстати, еще бывает такое. Grown ups, множественное число, это уже существительное. То есть взрослые. Ну, допустим, двое взрослых и один ребенок. Two grown ups and one child или one kid. Вот такое тоже интересное использование. Напишите себе, да, запишите. И еще одно прилагательное. Long term. Долгосрочный, длительный, долговременный. Слово чаще используется в формальном контексте, хотя мы часто и с друзьями обсуждаем какие-то долгосрочные планы или цели. Ну, допустим. Do you have a long term goal? A long term goal, это долгосрочная цель. Запомните, можно просто записать A long term goal, это долгосрочная цель. Такая фраточка очень полезная. И вот как раз вставка из Бэтмена, где такая реплика. В долгосрочной перспективе мы сможем доказать, что это было мошенничеством. Но сейчас, мистер Уэйн, вы банкрот. Да, вы банкрот, мистер Уэйн. Послушайте. Those options expired at midnight last night. Long term we may be able to prove fraud, but for now you're completely broken. Ребята, напишите в комментариях хотя бы 2-3 предложения с новыми словами. Это очень важно сразу же использовать новую лексику в предложениях, в примерах, в контексте. Только так вы сможете запомнить ее и научиться правильно использовать. Пишите хотя бы 2-3 слова из сегодняшнего урока нужно закрепить. Пишите в комментариях. Друзья, обязательно посмотрите предыдущее видео. Прямо надо мной будет иконка. Кликайте, переходите. Мы постарались, сделали очень интересный, полезный, познавательный ролик.